Гостеприимство в иудаизме считается очень важной заповедью. Прием гостей вносит в дом частицу божественного света и поэтому сравнивается с раскрытием шхины божественного присутствия. Если вы видите человека, который нуждается в ночлеге или отдыхе, нужно привезти его домой. Обращаться с ним нужно так же, как хотелось бы, чтобы обращались с вами в подобной ситуации. Мудрецы говорили, прием гостей важнее, чем прием шхины. Рассказывает, что однажды Равхайм из Воложина не пришел в назначенное время на молитву. Староста синагоги отправился в поиски и обнаружил Равхайма дома за трапезным столом. За столом также сидели гости. Равхайм заметил удивление на лице староста и объяснил, что мудрецы называют молитву принятием шхины. А как известно, прием гостей важнее этого. Этот закон не ограничен временем или местом. Заповедь принимать гостей относится как к мужчине, так и к женщине. И хотя заповедь в основном касается самого хозяина, следует приучать к ней также и детей, и принимать с радостью их предложение помочь приготовить место или принести посуду и еду гостям. Заповедь заключается не только в том, чтобы впустить нуждающегося в дом, но и в том, чтобы дать ему ночлег, накормить, напоить, насколько это возможно, и проводить в дорогу. При необходимости нужно предоставить гостю возможность искупаться и обеспечить ему место для отдыха, чтобы он чувствовал себя спокойно и не переживал. Заповедь принимать гостей выполняется даже тогда, когда гость богатый человек, который может себя сам обеспечить. И тем более, если речь идет о бедном человеке, то есть в таком случае выполняется еще и заповедь сдаки, помощь малоимущему. Однажды Рабьесев, вдов Соловейчик, приехал в еврейский город Барановичи. Когда он вошел в гостиницу, хозяин его не узнал. В тот момент он занимался приготовлением к встрече знатного гостя, Раби Искойддинова. Поэтому разговор был очень краток. «Найди себе сам место, где сможешь», — сказал хозяин, продолжая наводить порядок. Неожиданно на пороге появился Рабьескойддинова. И увидев Рава Соловейчика, сразу направился к нему. Его лицо отражало восторженность и трепет. И он оказал ему особое уважение. Хозяин Дона понял, что за гость попал к нему и очень смутился. Он решил смягчить ситуацию, подошел к Раву Соловейчику, начал говорить с ним очень уважительным тоном и переложил ему хорошую просторную комнату. «Теперь я понимаю, почему мучаем заповедь принимать гостей именно у прадца Авраама», — сказал Рав Соловейчик. Хотя Лот тоже принимал гостей, рискуя своей жизнью. Дело в том, что прадец Авраам с радостью принимал даже тех гостей, которые выглядели как простые люди. Лот же с самого начала знал, что к нему пришли ангелы. Если мы приводили его пример, можно было бы предположить, что следует оказывать особый прием только ангелам и великим праведникам, а не простым людям. Заповедь принимать гостей может выполнить и женщина, но при этом нужно избегать ненужных разговоров и нарушения ихуда, запрет уединения мужчины и женщины, тем более если она не замужем или муж не находится в городе. При этом она должна вести себя предельно скромно, и следует также женщине выходить на улицу, чтобы раздавать еду бедным. Эту заповедь она может выполнить и рядом с домом, и принято, чтобы женщина в обществе пила крепкие напитки. Если кто-то ищет ночлег, а вы сами по какой-то причине не можете ему помочь, но знаете, что рядом живут люди, которые с радостью примут гостя и помогут ему всем необходимым, то обязательно надо сказать этому человеку, где ему помогут. Если путник спешит и не может долго оставаться в гостях или не хочет утруждать хозяина, нельзя его задерживать. Существует особая заповедь приглашать бедных на трапезу в дни еврейских праздников, или хотя бы позаботиться, чтобы у них было все необходимое для проведения этих праздников. Рабом пишет, что если человек закрывает дверь и наслаждается праздничной трапезой только со своими домашними, считается, что он не выполняет заповедь, а лишь наполняет свое брюхо. Даже бедные или больные люди должны по возможности принять участие в этой заповеди. Однако в первую очередь они должны сделать все необходимое для своей семьи и только потом приступить к приему гостей. В прошлом, когда существовал храм, еврей мог принести жертвы и искупить свои грехи. Но после разрушения храма наш стол, за которым мы едим, подобен очищающему нас жертвеннику, особенно если за ним сидят мудрецы и произносят слова Тора. Заповедь проводить гостей и указать им дорогу, чтобы они не заблудились, считается даже более важной, чем заповедь принимать их. Мало того, тот, кто из оленя не провожает гостей, сравнивается с убийцей, если с гостем что-то произошло. Главным образом эта заповедь касается людей, незнакомых с местностью. Существует мнение, что вышесказанное относилось в основном к временам, когда заблудивший человек мог попасть в опасную ситуацию. Но даже в наше время принято проводить гостя до ворот или пройти с ним хотя бы 2 метра. Гость не должен просить добавки, если он знает, что у хозяина нет достаточной еды. Если хозяина кажется в неудобном положении и будет вынужден выложить на стол больше еды, со стороны гостей это будет подобно воровству. Однако рабочий во время обеденного перерыва на трапезе, организованной его работодателем, может поделиться с бедняком. Нельзя появляться внезапно, не предупредив хозяина заранее о своем визите, или приводить с собой других людей, если это не обговорено заранее. Гость должен слушать хозяина и стараться выполнить его просьбы, если при этом не нарушается никакой запрет и никому не наносится ущерб. Когда человек посещает вторичный район, где он был в гостях, ему не следует искать другого места для ночлега, если нет на это особой причины, чтобы люди не подумали, что предыдущие хозяева тяжелые или жадные люди. Если есть подозрения, что хозяин дома не следит за кашрутом, гостю запрещено у него есть, кроме продуктов, в кошерности которых он уверен. Но даже если гость лично не знаком с хозяином дома, разрешается есть у него, пока нет никаких свидетельств или слухов, дискредитирующих его. Ведь изначально каждое время мы должны принимать за кошерного и праведного. Однако если гость платит за обед, например, в гостинице, он обязан выяснить заранее степень кошерности еды. Хороший гость говорит, как потрудился хозяин, как много выставил на стол и как все было вкусно. Но не следует так расхваливать хозяина публично и тем более в присутствии недостойных людей, чтобы они впоследствии не злоупотребили гостеприимством хозяина. Хорошим тоном считается поинтересоваться самочувствием хозяина и оставить небольшие подарки его семье. Когда гость читает Беркат Амазон «Благословение после еды», он должен сказать специальную вставку, установленную мудрецами, в которой он благословляет хозяина и желает ему дальнейшего благополучия и успеха в делах. Беркат Амазон «Благословение после еды»